Привет, это арт-студия Динарок и сегодня мы с тобой порисуем Тика из мультфильма Тик и Лео маркерами. Ну что, начнем? Для начала мы рисуем с тобой эскиз карандашом. Я отмечаю область, в которой я буду рисовать моего Тика. Вот таким образом. В этой области я нарисую голову. Голова у меня такой немножко подплющенный круг. Здесь у меня будет тело. Мы сначала рисуем построение простыми формами, а затем будем прорисовывать. Здесь у нас будет задняя лапа. Ну что, продолжаем построение. Я нарисую центральную линию и начну рисовать ушки. Ушки у меня вот такими треугольничками. Здесь у нас видимая часть ушка и у нашего Тика вот такая вот мордочка. Она немножко прямоугольная, потому что у него шерсть по бокам. Отмечу центральную линию прямо и вот в этой области нарисую нос. Нос у меня треугольничком. Треугольничек такой сплющенный, похож на ласточку. Дальше мы рисуем нос. Нос у нас сначала сужается, а затем расширяется. Это у нас глазки. Область мордочки. Где будут глазки? Немножко прорисую вверх. Вот в этой области у нас челка. Рисуем глазки. Они вот здесь, ближе к носу. Такой миндалевидной формы. Здесь у нас зрачок, а здесь бровка. И то же самое я рисую со второй стороны. Стараюсь рисовать сразу одновременно, то есть друг за дружкой, чтобы у меня получилось максимально симметрично. Если что-то не получается, стирай ластиком, пробуй снова до тех пор, пока не получится хорошо. Ну и бровка. В этой области у нас пятнышки. Мы с тобой затем прорисуем детально. Здесь у нас мордочка. Мордочка у нас вот такая. Ротик. Тут вот закругленный у нас такой рыжего цветом. А здесь у нас белый цвет. У тигров такая квадратная мордочка. Мощная челюсть. И вот таким образом прорисовываем тело. Здесь у меня будет передняя лапка. Мощные лапы. Нижние рисуем. Поправляю лапу вот так. Вот такая у меня лапка получилась. Здесь у нас грудка белого цвета. Рисуем вторую переднюю лапу. Она располагается на примерно расстоянии вот таком же, как сама лапка. И вот таким образом ее видно. Здесь мы рисуем локоть, который назад уходит. И продолжаем туловище. Здесь у нас задняя лапка. Она вот таким полукругом. И нижняя часть лапки с прорисованными пальчиками. А в этой области у нас будет большой хвост. Вот так. Сотру линии построения, которые мне не нужны. Немножко прорисую детально. Уточню голову. Так, чтобы было хорошо. Так, чтобы мне нравилось. Вот мой эскиз нарисован. Теперь я беру гелевую ручку и начинаю обводить наш эскиз гелевой ручкой. Но смотри внимательно. Прямые линии, там, где у меня нос, я обвожу просто прямой линией. Вот таким образом. Глазки у меня также будут, ротик. А там, где шерсть, мы будем с тобой рисовать шерстинки. Немножко рваной линией. Обводим глазки. Вот так, аккуратненько. Зрачок у нас черный. Мы его закрашиваем сразу. Рисуем сразу второй глаз. Также закрашиваем зрачок черным. Верхнюю часть глаза немножко я делаю потолще линию. Нарисую бровки вот такой рваной линией. И вторую. Немножко я сейчас закрываю рисунок свой, так как рисую левой рукой, не очень видно. А линию, где мы рисуем шерсть, мы изображаем вот такой линией. Такими штришочками. То есть мы не прорисовываем, не обводим полностью, а изображаем шерсть. Вот так. Челка. Вот такими линиями. И дальше мы полностью будем обводить нашего тика точно такой же линии. Таким образом мы показываем, что у нас шерстинки, они неравномерные, вот такой формы. Смотри, когда мы рисуем в такой технике, он у нас получается более живой, более натуральный. Здесь у нас еще есть внутренняя часть, ухо. И дальше полностью. Лапки мы вот как раз обведем цельные, полные линии. Сделаем акцент на них. Покажем, какие они у нас мощные. Чуть-чуть увеличу сразу ручкой размер. Мне кажется, нужно чуть-чуть побольше сделать. Нарисую грудку. И вот так заднюю лапу. Нам осталось сделать хвост гелевой ручкой. Если у тебя нет гелевой ручки, не обязательно ей рисовать. Можно рисовать черным карандашом, можно тем же простым, только делать линию потолше. Ну вот, я сделала мой линарный рисунок, рисунок линии. Теперь я сотру и начну карандашный рисунок рисовать маркерами. Я беру ярко-рыжий, красно-рыжий маркер. И штришками вот такими закрашиваю мордочку, голову нашему тику. Мордочка у нас белая, а голова вокруг рыжая. Обходим вот тут белые пятнышки. Закрашиваем носик. И дальше вот так вокруг рыжим цветом. Ушки у нас остаются пока что белые. Ушки у него черные, поэтому мы их потом закрасим. Здесь, смотри внимательно, я не дохожу до конца. Там белая часть, вот такими треугольничками, которая. Смотри, я маркером также пытаюсь изобразить шерсть. Я не заштриховываю однородно, а делаю тоже штришками. Вот так. Здесь у нас дальше идет снова рыжий. Грудку оставляем белой. Здесь можно закрасить все быстренько, полностью. Залить цветом. Лапки у нас нижняя часть также белые остаются. Нам осталось закрасить заднюю ногу и хвост. Здесь мы оставляем белое пянышко. И вот примерно до этого места закрашиваем рыжим. Кончик у нас черный, и там есть белая полосочка. Я беру более темно-рыжий. И немножко там, где у меня падает тень, делаю штрихами тень. Добавляю вот здесь под челкой. В этом месте. Здесь вот прям вот так закрашу в районах хвостика. Эта лапа у нас также находится в тени. Вот эта область в тени. Здесь тень. Немножко насыщу цвет и тень вот в этой области под головой. Здесь у нас также получается тень, поэтому мы вот так закрасим. Возьму такой желто-коричневый цвет и закрашу зрачки нашему мусику желто-коричневым цветом. Теперь я возьму розовый цвет и закрашу наш носик розовым цветом. Возьму серый и сделаю тень на носике. Половину носа закрашу сверху серым, светло-серым цветом. Возьму черный цвет и закрашу ушки черным-коричневым цветом. Коричневым. Темно-коричневым цветом у меня. Кончик хвоста также я закрашиваю темно-темно-коричневым цветом. И оставляем белую полосочку. Теперь будем рисовать полоски на нашем тигре. Полоски располагаются примерно вот так. Рисую я их вот такой зигзагообразной линией. Вот здесь на лапках. Таким образом. Вот здесь на задней лапке. Тут, тут, здесь видимая часть у нас здесь. И будем раскрашивать мордочку полосками. Полоски у нас идут так. Полоски на мордочке симметричные с обеих сторон. Относительно центра. Поэтому стараемся их нарисовать одинаковыми. Плюс-минус. Дальше у нас идут вот здесь полосочки. Вот таким образом. Где-то здесь под щелкой. Здесь вот такая длинная линия. Здесь. Вот мы нарисовали наши полосочки. Возьму черный цвет и внутреннюю часть уха, не доходя до конца до центра, закрашу черным цветом. Теперь мне нужен такой красно-бордовый цвет. И внутренняя часть уха у нас вот такого цвета. Беру светло-серый цвет и буду рисовать тени на белых местах. Вот в этой части. Здесь у меня попадает тень. Здесь. Вот тут. Мордочка у меня вот так вот находится в тени. Вокруг глаз мы рисуем тень. Для того, чтобы у нас более выразительно была мордочка. У меня, посмотри, очень-очень светло-серый цвет. Он только слегка добавляет нам тени, но это нам дает объем. Теперь я возьму более темный серый. И буду там, где мне нужно, прорисовывать, усиливать тень. Добавила на носике. Сделала вокруг глаза еще посильнее. Добавлю вот здесь. Здесь у нас находится тоже в тени под головой. Возьму еще более темный серый, чтобы сделать более акцентный тень. Вот здесь под хвостиком, в лапах. Смотри, я делаю тоже как эффект шерстинок. Так как у меня уже этот темный серый цвет. Вот здесь прямо под челкой хорошо так добавлю. Чтобы видно было, что челка наверху. Возьму белую гелевую ручку и сделаю блики. Делаю пятнышки в зрачках. Смотри, сразу глаза становятся живыми. Добавлю еще вокруг носа светло-серым. Вот в этой области, прямо вокруг рта, хорошо так обведу. Такой у меня уже тик получился. И чтобы он не висел в воздухе, я сделаю тень под лапками. С светло-серым цветом. Вот таким образом. Под лапками и под хвостом. Ну что, вот такой тигр получился. Добавлю еще тень вот здесь, здесь и здесь серым цветом. Это у нас добавляет объем. Вот такой тигр у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Если не получится не с первого раза, не расстраивайся. Пробуй. На этом мы и учимся. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok